Цена на российское зерно может подняться в два раза. Так считает один из экспертов, руководитель Центра отраслевой экономики Ирина Рыкова. Ну что, я в принципе с ней согласен. А еще у меня есть устоявшееся мнение, не только у меня одного, что экспортная пошлина на зерно в ее нынешнем виде – это абсолютный тупиковый путь развития. Предлагаю вам и нам всем вместе разобраться с этими тезисами, поговорите об этом, так что мы дадим тысячу до ума. Присаживайтесь, смотрите. С вами Агроменеджер, меня зовут Илья. Поехали! Итак, вначале про рост цен вдвое. За счет чего? Предлагаю разобрать. Первое – это за счет роста себестоимости самого производства. Само производство вместо прогнозных 20-25% удорожая, по факту к концу года уже увеличилось на 50-70%. Неплохо, да? Что же у нас подорожало? Ну что, начнем загибать пальцы. Кредиты, ГСМ, бензин. Ну, тоже относится в ГСМ. Что еще? В СЗР минеральное питание, логистика. Кстати, если возвращаться к вопросу логистики, представляете, насколько увеличилась сумма страхования зерна тех судов, на которых наше зерно идет на экспорт. Несмотря на все ограничения, запреты и препоны, которые нам ставят, мы все равно вместе победим. Кстати, насчет победы. Совсем недавно, пару дней назад, состоялось праздник великий. 23 февраля. Если кого-то не поздравил, а кого мы поздравляли, вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Ссылка на него сейчас будет. Поздравляю! Вернемся к вопросу повышения стоимости зерна. Кстати, заметьте, я говорю не цену на зерно, а стоимость на зерно. Почему? Себестоимость растет, урожайность растет. В прошлом году собираем рекорд. А толку? Давайте разбираться. Если наше зерно не едет на экспорт, оно должно где-то храниться. А любое хранение, то что? Правильно, бабки и опять затрата, опять рост себестоимости. Итак, к чему приходим? Вступает момент, когда у нас стоимость производства зерна равна затратам. И что дальше? Да все хорошо. Ну как хорошо? Дальше только альтруизм, забота о ближнем и все. Ни о какой прибыли, о каком-то нормальном ведении бизнеса мы уже говорить не можем. Здесь, как я уже сказал, чистый альтруизм. Наш канал точно не про альтруизм. Мы про то, чтобы подумать, дать пищу, как говорится, для ума и для вашего бюджета. Поэтому, какие есть выходы? И первое, это экспорт. До пошлины мы с вами дойдем. Не торопитесь. Но особо торопливым переходим в описание ролика. Или первый закрепленный комментарий. Смотрим эпизоды. Выбираем там, где я говорю про пошлину. И смотрим уже про пошлину. Вернемся к экспорту. Что же я предлагаю? Несмотря на все санкционное давление, российское зерно все равно пользуется успехом. Например, вот буквально на днях. Египет, он же ГАСК, законтрактовал 240 тысяч тонн. При цене на Сифе 317,5 контрактная цена на ФОБе Новороссийска составляла 293 доллара. Тут, кстати, и Турция тоже тендерит порядка 800 тысяч тонн с поставкой между мартом и маем. И там, скорее всего, российское зерно тоже победит. Поэтому конкурентные цены мы можем давать это раз. И второе, препятствия для сотрудничества с нами страны другие не видят. Не так они обращают внимание, как Запад, на те санкции, которые вводит сам Запад. Но экспорт все равно нужно наращивать. Если вернемся к выступлению Владимира Владимировича Путина 21 февраля, то он сказал, что прогнозный объем экспорта будет 55-60 миллионов тонн в сезоне 2023 года. Не, ну что, супер. А если потребуется 80 миллионов тонн, опять очередной рекорд, может быть 100, мы вообще готовы к этому. А вот здесь как раз и кроется основной ключ проблемы. И он как раз во внутренней логистике. Здесь нужны продуманные меры поддержки и развития и внутреннего экспорта, и внутренней логистики. Что же мы предлагаем? В первую очередь это, конечно же, логистика. Вагоны, грузовики, которые должны подаваться вовремя и должны приезжать в порт вовремя, чтобы избавлять как раз... Помните, в начале выпуска я говорил про хранение, что это зерно лежит сейчас на складах по регионам? В чем проблема? Создать определенные хабы, определенные элеваторы, которые собирают это зерно и везут его уже в порт посредством логистики. Больше вагонов, больше грузовиков, хорошо, но у сельхозтоваропроизводителя должна быть возможность сдать это зерно, не напрягать свои складские хранения. А здесь у нас сейчас выбор, убрал большой урожай зерновых, сейчас мне пора молотить семечку, а куда ее класть? А она растет в цене, поэтому давайте я уберу зерно или задвину его подальше, положу семечку. Вот давайте, чтобы таких проблем не было, нужно решать вопросы с этими хабами и с этой логистикой. Это раз. Что нужно еще? Я до этого упоминал, что у нас есть рынки, куда мы торгуем ежегодно. Когда я работал в западной компании, мы также торговали в основном это Северо-Африки, это Турция, это Судан, Алжир, Египет. Все хорошо, нам новые рынки нужны. Чем больше новых рынков, тем больше мы сможем давать нашего урожая и реализовывать по хорошим экспортным ценам. Развитие рынков внешней торговли это один из ключевых факторов, который повлияет на ту стоимость зерна и востребованность нашего российского зерна во всем мире. Ну и конечно же, нам нужен собственный флот. Если берем осеннее выступление нашего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, то он сказал, что будут заниматься вопросом развития флота. Да, нужно развиваться, нужно строить суда. Ну что такое 95% судов, которые перевозят наше зерно, знаете, кому принадлежат? Правильно уже догадались, так называемым недружественным странам. А по факту 4-5 компаниям, которые занимаются этим перевозками, которые сейчас усилили секционное давление. И если мы получим на факте того, что зерна много, мы его привезли в порт, а везти нечем. Ну, ребята, ну что это такое? Мы ни один контракт так не заключим. Поэтому нужно строить свой собственный современный флот. Будут суда, будем зерно возить. Не все вагонами поставлять. Да, я, конечно, не наше государство. Не мне давать ему советы. Я просто предложил свое видение, как бы я справлялся с существующей ситуацией. Что делать и нужные выводы сделает само государство. И то, что оно сейчас смотрит на это и действительно принимает уже какие-то меры и шаги, действительно уже идут, это хорошо. Главное не останавливаться, а по возможности давайте просто увеличим темп и все будет хорошо. А вот теперь второй блок и он как раз про пошлину. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание. Давайте обратим внимание свое на курс зеленой бумажки, которую все знают. Называется она доллар. Сейчас он выше 75 рублей. В принципе, а в чем же разница? Ну, будет стоить он 74, будет стоить он 76, колебания 3%. Кого оно интересует? А вот здесь как раз и зарыта та самая собака, о которой стоит поговорить. И она зарыта в пошлине. Итак, пройдем. Согласно постановлению от 30 июня 2022 года, ну примерно 8 месяцев назад, были заменены правила расчета ставок экспортных пошлин, а точнее базовых цен. И если раньше они были привязаны к доллару, составляли 200 баксов, то сейчас на данный момент по пшенице у нас действует базовая ставка с 15 тысяч рублей, вместо аналогичных на тот момент 200 долларов. К чему это ведет, сейчас узнаете. Так вот, если предыдущие расчетные 200 баксов по курсу 60 рублей, это 12 тысяч рублей, а базовый индикатив 15, то вот эти 3 тысячи рублей как раз и давали возможность хотя бы чуть поменьше сделать пошлину, точнее ее нагрузку. То сейчас, что же мы видим, если цена доллара приходит к 75, то есть к 15 тысячам рублей за тонну и выше, то дельта этой не остается, а то иногда идет и минусовая. Предлагаю вам сейчас просто обычный банальный математический расчет формул при разном курсе. Как это вообще выглядит и насколько это может сказаться конкретно на вашем бюджете и вот где здесь тупиковый путь развития самой пошлины. Калькуляторы можно не брать, я все посчитал за вас. В принципе, вся инфографика будет на рекламе. Итак, представим себе, что курс у нас долларов 80 рублей, а цена расчета 300 баксов. Итак, вариант, который был бы у нас в долларовом эквиваленте до 30 июня 2022 года. Итак, берем базовую цену 300 долларов, вычитаем 200 и умножаем на коэффициент 0,7 и потом еще на курс 80 долларов получаем 5600 рублей. Вот такая была бы пошлина, если была бы до 30. Теперь при тех же самых условиях, при новом варианте, мы умножаем 300 долларов на 80 на курс, вычитаем 15 тысяч базисного показателя и умножаем на такой же коэффициент 0,7. Получаем 6300, 6300 и 5600, как вам разница? А разница 700 рублей в пошлине. Представьте себе, просто на одном показателе 700 рублей разница. Что было до 30 было подешевле. И, соответственно, если и курс был бы подешевле, нам бы было бы выгодно. Но если курс высокий, здесь уже как раз сумма пошлины даже выходит больше расчетов. Что делать-то? При первом приближении самый логичный ответ – отменить нафиг пошлины. Но, ребят, давайте подумаем трезво. Государству нашему нужны деньги. Для чего? Для того, чтобы развивать то же самое АПК, строить дороги. Государству всегда нужны были деньги. И оно от них никогда не откажется. Учтите это. И когда на прошлом заседании Акорова наш министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, что он сказал? Он сказал, да, пошлиный вопрос мы будем рассматривать, отменять точно не будем. Будем заниматься этим вопросом. Поэтому учтите, пошлины не отменят. Государу всегда нужны деньги. И те, кто сейчас говорят, что нужно отменять пошлину, просто поймите, ее не отменят. Просто возьмите это как константу. А вот что делать дальше, вот здесь можно и поговорить. Как одно из предложений, во-первых, расчетный базис. Его нужно поднимать. Причем поднять его нужно минимум на 30-40%. Сейчас он 15 тысяч. Давайте поднимем до 20-25, и уже пошлина неплохо математически будет считаться. А если снизить коэффициент, сейчас он 0,7. Но сделайте вы его 0,4, сделайте вы его 0,3, и будет гораздо проще. И если сейчас мы ускорим еще процессы развития именно экспортного потенциала, о которых я сказал раньше, кто не услышал, может обратно перемотать, или опять через эпизоды, с учетом корректировки, именно математической корректировки пошлины, о которых я сказал буквально минуту назад, при сочетании этих всех факторов, что мы увидим? Да мы будем рады только повышению урожая, если у нас будет расти экспорт. Мы будем больше зарабатывать, как мы, все мы, и государство тоже в том числе. Друзья, ну вот мы и дали вам пищу для того, чтобы подумать. Да, выпуск получился не таким длинным, как обычно, и это не совсем такой формат агроновостей, но при этом сейчас идут выходные дни в стране, поэтому, в принципе, у вас есть время подумать. Поэтому, согласитесь вы, не согласитесь с теми предложениями, которым предлагаю лично я и весь наш творческий коллектив агроменеджеров, тем не менее, напишите это в комментариях, поставим лайк, дизлайк, если вам конкретно не понравилось, но обязательно подписываемся. С вами были агроменеджеры, меня зовут Илья из Липецка.